В сентябре этого года традиционно в регионах России пройдут выборы в органы власти разного уровня. В Тверской области в этом году избирательная кампания затронет 9 муниципалитетов и еще дополнительные выборы в городе Твери. Кого и на каких условиях будут выбирать обо всех нововведениях избирательной кампании 2023 года, расскажем в следующем материале выпуска. В Тверской области в этом году в выборах будут участвовать жители Беженского, Кувшиновского, Торопецкого, Фировского, Кашинского, Конаковского муниципальных округов, а также Нелидовского, Кашинского городских округов, Торжокского района и Твери. Всего запланировано 17 избирательных кампаний. В большинстве своем выбирать будут депутатов местных парламентов. Всего нам предстоит избрать 212 депутатов различного уровня. Все выборы будут проходить по мажоритарной избирательной системе. То есть голосовать будут избиратели конкретно за кандидатов. Но выдвинуть этих кандидатов могут и политические партии, общественные объединения. Также кандидаты могут идти на выборы как самовыдвиженцы. Что касаемо срока предоставления документов, то для одних районов это с 26 июня по 23 июля и для других с 27 июня до 24 июля. Это связано с датой официального опубликования решения о назначении выборов. Муниципальные СМИ, конкретно газеты, выходят в четверг и в пятницу. И соответственно у кого-то это был номер в четверг, у кого-то был в пятницу. Поэтому разница в один день. В областной столице будут выбирать одного депутата городской думы. Причем организовывать избирательную кампанию в Твери будут две территориальные комиссии. Это ТИК Московского района, как организующая выборы избирательная комиссия, куда партии должны будут принести свои списки, выдвинутые по 17 округу. А уже непосредственно сами кандидаты после того, как ТИК Московского района заверит эти списки, должны будут дойти до территориальной избирательной комиссии пролетарского района. Организовывать данные избирательные кампании будут 11 территориальных избирательных комиссий. Формирование участковых уже завершилось. Их 251. Подсчитано и число избирателей. Ожидается, что в выборах могут принять участие около 200 тысяч жителей Верхневолжья. Единый день голосования – 10 сентября. Но в шести муниципалитетах волеизъявление пройдет в течение двух дней. Такое решение было принято для удобства, чтобы охватить как можно большую аудиторию. Продолжение следует...